Помним и гордимся. Ученики школы номер 1912 имени Бауэржана Мамышулы представили свою экспозицию «Подвиг 1073-го полка Панфиловской дивизии в Музее Победы». Школьники бережно хранят память о подвиге легендарного панфиловца, героя Советского Союза и народного героя Казахстана. Экспозиция рассказывает о нем и о защитниках деревни Крюково, солдатах и офицерах 1073-го полка Панфиловской дивизии, которые остановили врага на подступах к Москве в 1941 году. В 1966 году у нас открылся музей боевой славы Петра Васильевича Лагвиненко. И вот с 1966 года по нынешний момент наша коллекция многократно возросла. Не только за счет естественных находок, а за счет подарков. Если вы обратите внимание за мою спину, вы увидите большое количество собраний сочинений вооружанного Мамушулы, которые нам были подарены нашими гостями из Казахстана, с которыми мы поддерживаем дружеские связи, и просто ветеранскими организациями и гостями музея. Мы тесно взаимодействуем, работаем со школой, оказываем посильную помощь, взаимодействуем. И у нас буквально недавно музей вооружанного Мамушулы, вообще в целом школу посещал наш чрезвычайно полномочный посол Почербаев Ельмик Бедельбаевич. Встречались с ветеранами, встречались со школьниками, разговаривали, обсуждали те моменты, те подвиги, которые совершили фанфиловцы во главе с Боржаном Мамушулы. Среди наиболее интересных экспонатов уникальная коллекция открыток ручной работы, созданная в 1944 году москвичкой Беллой. Она отправляла их на фронт и маме. Береза, пронзенная осколками и пулями, личные тетради с записями комиссара полка Петра Лагвиненко. Дети участвуют не только в музейной деятельности, они являются активными участниками проекта «Путь героя» в мой район в годы войны. И также мы проводим большое количество экскурсий не только для своих обучающихся, но и для обучающихся в городе Зеленоград. Программа «Школьный музей Победы» начала свою работу в 2019 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с Департаментом образования и науки города Москвы. И мы очень рады, что за два года ее реализации более 10 тысяч школьников Москвы пришли на площадку школьного музея, рассказали о своих школьных музеях, о тех экспонатах уникальных, которые хранятся, о памяти которых хранят не только школьники, но и их семьи. К программе «Школьный музей Победы» уже присоединились 85 регионов страны, а это уже более тысячи российских школ. Стать частью большого исторического пути может каждая образовательная организация. Достаточно лишь оставить заявку на сайте.